Продолжение следует... Помогут ли эти меры сдержать рост инфляции? Полетели. Почему авиабилеты в Казахстане такие дорогие? Из чего складывается цена? Есть тарифы, которые включают багаж, которые не включают багаж. Соответствует ли она качеству услуг? Что предпринимает в Комитете гражданской авиации? Внешний заем. Какую сумму правительство Казахстана намерено получить у Международного банка реконструкции и развития? Почти 2 триллиона тенге мы просто отдаем. На что пойдут эти деньги? Сколько миллиардов мы уже должны? Тихий убийца. Растет число отравлений угарным газом. Кислород не поступает в клетки. Вот из-за этого получается отравление. О чем предупреждают спасатели? Как обезопасить себя? В Национальном банке повысили базовую ставку до 16%. Эту меру экономисты назвали вынужденной. Таким образом, главный финансовый регулятор пытается сдержать рост инфляции, которая в сентябре вышла за рамки прогнозируемого значения и приблизилась к 18%. В Национальном банке надеются, что повышенная базовая ставка позволит защитить средства казахстанцев на тенговых депозитах. Достаточно ли этих мер? Мнение экспертов выслушал Елеман Реймбеков. Повышение базовой ставки – ожидаемая мера. Людям уже становится невыгодно держать депозиты в тенге. А растущая инфляция давит на цены продовольственных и непродовольственных товаров. Это и послужило поводом для повышения, рассказал председатель Национального банка. В случае, если размер текущего повышения базовой ставки окажется недостаточным, Национальный банк будет рассматривать возможность дальнейшего ужесточения денежно-кредитных условий. Вероятность такого сценария оценивается как высокая. По мнению финансиста Армана Бесимбаева, у Национального банка не было другого выхода. Когда официальная инфляция на уровне почти 18%, базовую ставку не удержать на прежних показателях – 14,5%. А сразу значительное повышение, к примеру, до 20%, может привести к экономическому коллапсу. Ведь кредиты для бизнеса и потребителей тоже станут дороже. Люди уже не смогут кредитоваться у банков по высоким процентам. И встанет все производство страны. Но если эта ситуация продолжится и на следующий год, Боюсь, что в следующий год мы встретим с отрицательными темпами экономического роста. То есть роста никакого не будет. Эффект от сегодняшнего изменения денежно-кредитной политики казахстанцы ощутят в течение ближайших двух лет, Уверяют нацбанки. Отмечу, что рост базовой ставки и инфляции наблюдается во всем мире. Из-за военного конфликта с соседних стран сорвалась международная логистика. Произведительность стала, поэтому в ближайшие годы экономика будет развиваться медленными темпами, Утверждают эксперты. Илья Манраембеков, Ринат Абулхаиров, Информбюро. Казахстан вновь берет деньги в кредит. Заем в 345 миллионов евро предоставит Международный банк реконструкции и развития. Сегодня депутаты Можилиса парламента поддержали этот законопроект. Хотя вопросов было немало. Ведь объем внешнего долга растет, как и дефицит бюджета. Динара Нургалиба продолжит тему. Обсуждение законопроекта в очередном госкредите в стенах Можилиса выдалось весьма бурным и вызвало неоднозначную реакцию у народных избранников. Понятно, что средства нацфонда в ближайшее время трогать нельзя. Поэтому, чтобы залатать дыры в бюджете, размер которых составил 3 триллиона тенге, главный финансист страны выступил с защитой проекта о новом займе. Это 345 миллионов евро на 11,5 лет. В чем выгодность займа именно в евро в сравнении с государственными ценными бумагами? Все варианты рассматривали данный займ при даже определенных рисковых моментах по валютной части является достаточно привлекательным. 2,5% годовых сейчас такого займа нет. За последние два года сумма обслуживания внешнего долга увеличилась почти в два раза, сетуют депутаты. Из госказны на покрытие процентов таких кредитов уходят большие деньги. Почти 2 триллиона тенге мы просто отдаем. Вот прежде чем заключать следующее подобное соглашение, давайте консультацию с парламентом проводить, для чего берем и так далее, чтобы уже потом не ставить парламент перед фактом. Объем внешнего долга Казахстана на этот год составил больше 165 миллиардов долларов. К этой сумме с учетом одобрения нового законопроекта о займе прибавится еще 345 миллионов евро. По мнению независимого экономиста Рустима Женсиитова, эти средства правительство может направить на выплату старых долгов. Национальный фонд здорово попотрошили за времена пандемии. И в последнее время он практически не растет, только убывает. Думаю, что скорее всего они не просчитались, из-за и против решили так, что мы возьмем по этим новым условиям, чтобы заплатить старые долги по худшим условиям. И в любом случае, я думаю, что государство будет выгодить. Долг – это не беда. Он, наоборот, спасет экономику, заявил в кулуарах Мажелинца министр финансов. Льготный период по оплате нового кредита составит 2,5 года. На что конкретно пойдут средства, полученные от Международного банка реконструкции и развития, Ерулан Джалмалбаев не сказал. Но отметил, что эти деньги поступят в бюджет и при необходимости могут быть потрачены на любой проект. Динара Нургалиева, Нуркенток Мурзин, Информбюро, Астана. Дороговизну авиаперелетов в Казахстане обсуждали сегодня сотрудники Комитета гражданской авиации и участники рынка. Представители авиакомпании объяснили, из чего складывается стоимость билетов. Так, в авиакомпании «Искат» рассказали, что основная часть затрат приходится на керосин. Это 36%. 12% входит на оплату услуг аэропорта. 11% – расходы на содержание воздушного судна. Остальное – это заработная плата и прочие расходы. По данным представителей авиакомпании, более 80% билетов в Казахстане продаются по минимальным тарифам. И цены по сравнению с допандемийным периодом снизились. В свою очередь в Комитете гражданской авиации рассказали, что готовят изменения в законодательство. Так, при задержке рейса по вине авиаперевозчика после первого часа пассажиру будет выплачиваться компенсация в размере 3%. В случае неуплаты будут налагать штрафы. Любая задержка для авиакомпании – это также большой ущерб. Любая авиакомпания, это не интереса авиакомпании, чтобы была какая-либо задержка, и чтобы тем более страдал ее пассажир. В Шемкенте затопило новую транспортную развязку. Ее торжественно открыли только накануне. Но уже сегодня автомобили попали в огромную лужу, которая образовалась в самой нижней части объекта. Люди не могли проехать на работу водители, переживали за свои машины. Почему возникла эта проблема, выясняла Анастасия Новикова. Эту развязку торжественно открыли в Шемкенте накануне, в День республики. Стоимость больше 7 миллиардов тенге. Но не прошло и суток, как дорогостоящий объект затопило. Горожане, которые утром ехали на работу, запечатлели на видео целое озеро, которое образовалось в самой нижней части развязки. Говорят, проехать было сложно. Воды было почти до арки колеса. Я не знаю, машина еще хорошо повыше у меня, а те, которые пониже, там, не знаю, и мотор стукануть мог. Утром ехал на работу, там настоящее озеро было. Столько денег вложили в эту развязку, а ливневую систему предусмотреть не смогли. Воду откачали, но решена ли сама проблема? В Акимате уверяют, якобы насос работал исправно всю ночь. Вот только воды оказалось больше, чем он мог откачать. По словам подрядной компании, вся проблема в мусоре, из-за которого засорилась ливневая канализация. Решетки с нее постоянно крадут. Вот и попадают туда бутылки и пакеты. Тут стоит самый мощнейший насос. Насос не может дать сбой. Она 24 часа работает. Но где-то запор, где-то из-за мусора может, возможно. В некоторых местах не имеются дождеприемники. Это уже были такие моменты, которые своровали. А на это место мы уже на этой неделе решетки поставим. Подрядчики говорят, засоры уже прочистили. В Акимате заверили, все недочеты компания будет устранять за свой счет. Гарантия на развязку – 5 лет. Проблемы с подтоплением дорог в Шемкенте не первый год. В Союзе строителей говорят, все дело в стоимости объекта. Цены в бюджете закладываются одни, а на момент строительства прайсы на стройматериалы возрастают в несколько раз. Поэтому подрядчики вынуждены экономить. Главное – им приобрести битум и другие стройматериалы. О ливневой канализации в таком случае задумаются в последнюю очередь. Все упирается в стоимость строительства. Строительные материалы подожгли от 50 до 100%. Ближайшие дни в Шемкенте, по прогнозу, будут дождливыми. Превратится ли развязка в мини-Венецию вновь, станет ясно после очередного ливня. Натисиана Викова, Дванавзиев, Абзал Требеков, Информбюро «Шемкент». В Костанае водители раскритиковали идею с установкой картонных макетов в виде школьников у пешеходных переходов. Они считают их неэффективными. Более того, почти всегда эти фигуры испорчены вандалами. А значит, бюджетные деньги потрачены впустую. Согласны ли с ними полицейские? Расскажет Нина Шапо. Вот такой металлический каркас остался от макета школьника рядом с бульваром молодёжи в Костанае. Силуэты детей устанавливают вблизи школ и у пешеходных переходов. Но, к сожалению, многие стали объектами вандализма. А те, что уцелели, водители считают бесполезными. «Тормозишь резко. А сейчас гололёд сзади могут тоже подтолкнуть. Ночью тоже не освещается, ничего, тень. Надо освещать пешеходные». «В тёмное время суток бывает, что запутываешься, наоборот. Или может резко задормозишь из-за этого. Если это отожрать бы хотя бы немножко, удобнее было бы ещё». «С одной стороны, они, конечно, хорошо, но иногда глаз притирается на макетах школьников, и потом можно будет не заметить ребёнка». «На трассе пугают ночью, когда едешь, мальчик как будто раздетый стоит в шортах ещё». Изображения школьников, патрульных авто и животных появились на дорогах по инициативе полицейских. Их анализ показывает, что аварийность на таких участках снижается. Всего по области было установлено 185 макетов. Из них 127 – в виде школьников. В департаменте сообщают, что ежедневно мониторят соцсети, и недовольство водителей взяли, как говорится, на карандаш. В ноябре изображения демонтируют из-за снегоуборочных работ, и уже в следующем году установят обновлённые. «В территориальные подразделения направлены указания, чтобы в последующем, в следующий год, при установке данных макетов, в обязательном порядке устанавливали светоотражающие ленты на данные макеты, так как в начальное время данные макеты у нас не видны». В среднем на установку одного макета тратят около 80 тысяч деньге, и общественники считают, что эти деньги лучше пустить на освещение переходов и установку сигнальных огней. «Мне, вы знаете, нравится система, по трассах мы видим, может быть, сами видели, когда зебра стоит, стоят красные вот эти вот мигалки, красно-синее вот изображающие полицейскую мигалку. Оно реально призывает очень большое внимание. Лучше туда установить такую действующую штуку, как имитация полицейского, то есть в первую очередь, да, вот эти вот мигалки. В вторую очередь это всё-таки осветить эти пешеходы». Сегодня в Костанае непогода, и макеты с изображением школьников из-за снега стало вообще не видно. А смогут ли светоотражающие ленты сделать переход безопасным, узнаем в будущем году. Нина Шаппо, Елена Досова, Информбюро, Костанай. Продолжаем эфир. В Шемкенте резко увеличилось число отравившихся угарным газом. Только с начала октября пострадали 60 человек. Всем им понадобилась медицинская помощь. Специалисты связывают это с тем, что в мегаполисе рано похолодало, и люди начали обогревать дома автономками, а иногда и газовыми плитами. Анастасия Новикова разбиралась, как защитить себя и своих близких от так называемого «тихого убийцы». Почти в шесть раз увеличилось число отравившихся угарным газом в Шемкенте. В октябре прошлого года было зарегистрировано два случая, где пострадали 12 человек. В этом же году это уже 60 человек, 20 из которых дети. Специалисты говорят, возможно, это потому, что холода в мегаполис пришли раньше. И для обогрева шемкентцы стали использовать газовые котлы, колонки и даже газовые плиты. При отравлении угарным газом гемоглобин соединяется с угарным газом, образуется карбоксогемоглобин. То есть при этом кислород не поступает в клетки. Вот из-за этого получается отравление. При отравлении угарным газом появляются слабость, головная боль, шум в ушах, головокружение, нехватка воздуха. Марат Раимбек в один день чуть не потерял маму и двоих сестер. При добморочном состоянии они успели дозвониться до него и в скорую. Они говорят, что им резко стало плохо. Благо они поняли, что это, и открыли все окна и двери. Оказано, что у нас труба была не закрыта, и угар копился в комнате. Все трое попали в больницу. Сейчас мы все сделали. Угарный газ часто называют «тихим убийцей». У него нет вкуса, цвета и запаха. По словам спасателей, часто горожане халатно относятся к использованию газовых приборов. Основными причинами отравления являются неисправность газового котла, нарушение правил эксплуатации газовой колонки, засорение воздухозаборного канала. А еще плохая тяга. Проверить ее можно обычным листом бумаги, который стоит лишь поднести к вытяжному отверстию. Но лучше всего установить рядом с газовым оборудованием газоанализаторы угарного газа. На рынке они стоят от 5 до 10 тысяч тенге. Человеческая жизнь дороже. Анастасия Новикова, Джабриил Касымов, Абзал Турабеков, Информбюро Шемкент. А в Усть-Каменогорске жители нескольких домов жалуются на плохое качество новых многоэтажек, построенных по госпрограмме «Нурвежер». В некоторых случаях нарушения могут быть опасны для жизни, уверяют люди. Так, в одной из квартир провис потолок. Кто должен устранить эту проблему, узнавала Жанара Сулханова. Тангуль Матаева приобрела жилье в ипотеку, но вместо того, чтобы жить и радоваться, обивает пороги различных инстанций. По словам женщины, в их доме изначально отсутствовала бетонная стяжка на перекрытии пятого этажа. После жалоб ее залили, но от этого прогнулся потолок в квартире. Я мать троих детей, я фактически осталась без жилья. То есть данная квартира является аварийной. Если вот этот уголок, который несущий уголок, держит тонны, если он упадет, он придавит просто моих детей. Я опасаюсь за жизни своих детей. Результаты экспертизы, которую горожанка заказала за свой счет, показали, что дефекты возникли из-за нарушений технологии работы и отклонения от проекта. А толщина залитой в спешке стяжки превышена в три раза. При норме в 5 сантиметров доходит до 15-17 сантиметров. На подобные проблемы жалуются и жители других домов. В отделе строительства Усть-Каменогорска уверяют, что все работы проводились по проекту. Дефекты устраняются. Подрядная организация не отказывается и имеет намерение стяжку убрать и обратно перезалить. Но владельцы квартиры сейчас не дают возможности это сделать, так как хочет сделать техническое обследование. Мы с компанией, осуществляющей техническое обследование, имеющейся аккредитацию в этой сфере, уже договорились. На этой неделе планируем произвести техническое обследование. Общественники отмечают, что все четыре многоэтажных дома на одной улице построены с нарушениями строительных норм. Построены с нарушениями, с явными нарушениями, о чем мы неоднократно обращались в прокуратуру области. Однако на данный момент по нашему заявлению срок продлен, то есть проводится, скорее всего, проверка. В трех домах, насколько я знаю, по-моему, стяжки вообще нет, хотя по проекту она должна быть. Жители домов уверены, застройщики и заказчик намеренно тянут время. Гарантинный срок уже истекает, а после они будут вынуждены сами за свой счет проводить ремонт. Всего в городе в прошлом году было выявлено свыше 15 проблемных новостроек. В отделе строительства города уверяют, что в большинстве домов дефекты устранены. Юристы же советуют всем гражданам, столкнувшимися с недобросовестными застройщиками, обращаться с иском в суд. Жанна Раслханова, Руслан Акматалеев, Информбюро, Восточно-Казахстанская область. В Актюбе чествовали лучших работников, активистов, волонтеров и ветеранов труда. В честь национального праздника государственных наград удостоились 50 актюбинцев, которые внесли весомый вклад в развитие региона. Впервые после 13-летнего перерыва жители региона отметили День Республики. Открывая торжественную церемонию, Аким области Ералы Тулжанов поздравил собравшихся с праздником. Празднование Дня Республики – всенародный исторический день, символизирующий нашу общенациональную целостность, состоявшуюся государственность. Это день воплощения мечты наших предков, национальной идеи и государственной идентичности. Это праздник, олицетворяющий нашу независимость. Учителя, врачи и рабочие предприниматели удостоились высоких наград. Все они своим многолетним трудом укрепляют экономику области и вносят свою лепту в её развитие. Медалью Ирин Ембегашин наградили заслуженного тренера по греко-римской борьбе Мухаммеджана Зарлыкова, вырастившего целую плеяду именитых спортсменов. Когда спортсмены всемирные, чемпионат Азии, чемпионат мира, Олимпиаду выигрывают, тогда играется гимн. Это спорт большой авторитет. Медалью Ерли Гыши наградили Акима Каратулайского сельского округа, Руслана Байсагизова, который помог спасти мужчину от суицида. Он оказал содействие в помощи спасения человека, который залез на 50-ми правую вышку, то, что вел переговоры с данным гражданином. Глава региона в завершении отметил самое большое счастье для каждого гражданина беззаветное служение своему народу. Лайла Осева, Жумар Худайбергенов, Информбюро, Октубе. В городе Кунаев канун празднования Дня Республики Аким области вручил государственные награды гражданам за вклад в развитие страны. Полина Булава побывала на мероприятии. Возрождение национального праздника отметили жители города Кунаев. Многие считают, что это поможет сплотить народ и напомнить о дне, когда Казахстан заложил свои основы как независимое государство. Торжественное мероприятие в честь Дня Республики прошло сегодня в городе Кунаев. Вот в такой праздничной атмосфере государственные награды получили около 50 человек. Каждый из них нес свой флан в развитие и процветание нашей страны. Для меня получить такую награду, Орден Парасад, большая честь. Я считаю это как благодарность президента. И хоть я и пенсионер, мой труд оценили по достоинству. Это дает мне сил и энергию. Заслуженные деятели стали обладателями таких орденов, как Парасад, Курмет, Янбек Данга третьей степени, получили медали Ерин Янбегаушен, Шапагат, а также звание почетный гражданин Алматинской области. День Республики – это фактор обменения всего населения. Начиная от простого рабочего до руководителя целого звена. Что она дает, они вместе сидят, уже беседуют. До начала атмосферы совсем другая. В рамках празднования Дня Республики в Алматинской области провели около 250 мероприятий по 60 направлениям. Для людей организовали различные празднования и открытия социальных объектов. В Акимате Алматинской области постоянно ведут работу для улучшения качества жизни населения региона.